Так, ребят, всем привет! Я стою вот так вот, позе Чика Рика. Будем сегодня снимать обзор, делать, посмотрим, что у них по еде. Я слышала очень много неоднозначных отзывов про это место. Говорят некоторые, что вкусно, некоторые говорят невкусно. Но так как я разбираюсь в корейской еде, я ее уже несколько лет ем, и мне нравится очень, я разбираюсь. Поэтому посмотрим, оценим. Все, погнали! Смотрите! А вы часто так делаете? Мы всегда так делаем, возможно, если у нас стоят огромные очереди, то мы выходим в очереди, чтобы немножечко спросить своего времени. Ничего себе! А вы с открытия, да, получается? У меня есть основные корейские прайсы с русской транскрипцией. Также можно изучить, а пока ждайте. У вас такой интерьер тут красивый? Спасибо большое! Смотрите, какое классное меню. Очень красивое, очень красочное. На самом деле, нужно заказ делать на кассе. Так вот, вы выбирайте. Ну, мини-сеты, скорее всего, будем также смотреть, брать. И, к сожалению, кстати, жареного мороженого нет, которого я очень хотела. Вот это вот жареное мороженое. Вот это кубик мороженого жареного на палочке. Я просто очень много видела видео, и в Корее очень это популярно стало, поэтому очень хотелось попробовать, но, к сожалению, не получится. И еще также хотели спросить, что вы порекомендуете из напитков? Ну, мы не будем жадничать. Да, вот там вот шикарный. И сейчас, значит, можешь тебе раздевать наплейки, а... А там что, какие-то другие? Это бесплатно, что ли? Наверное, не знаю. Своего соуса знаю, что бесплатно. Небольшой презент тебе. Это... Ребята, мне Таня ударит подарок. С прошедшим днем рождения. Мы, как всегда, все снимаем, да? Ну, там такой мини-подарочек. Пожалуйста, ваш ладко. Да, спасибо. Нужен ли вам сахар? Нет. Хорошо, трубочка? Да, нужно. Вот это два, можно? Какой-то необычный соус. Это мятный шоколадный соус. Это она ждала тебя. Вас не было, когда я принесла. Это сахарный сироп, чтобы регулировать сладость напитка. Добавляйте сколько вам надо. Перемешивать, он становится сладким. Ребят, куда же без сладкого? А, ты еще... Когда направим питание. Ой, спасибо. Ого, что это такое? Это сертификат «Золотое яблоко». А, да? А почему не написано, что это «Золотое яблоко»? Вообще непонятно. Там, на самом деле, очень странно. Ни номинала, ничего не написано. У меня приборы для вас. Это вторая палочка. Две трубочки. О, киклась. Это так реально. Я первый раз, кстати, вижу, что ни номинала, вообще ничего нет. Ни названия. Ну ладно, спасибо. Так, дальше идем. О, ухаживаем за собой сто процентов. Маски тканевые. Все, спасибо. Айс-латте. Дальгона она называется. Дальгона – это, как вы видели в «Игры кальмара». Такая вот карамелька из сахара, которую делали как печенька, она еще называется. Вот она плавает, можете вот заметить. Идут также лед. Кстати, если вы не знали, то тут нет экспресса, хотя это называется айс-латте, потому что в Корее считается, что латте – это молоко без эспрессо, что очень странно. Я об этом только сейчас узнала, я так удивилась из-за этого. Тут сказали, мне порекомендовали размешать, так как внизу есть определенный сиропчик. Это как молоко, смешанное с… Очень вкусное, кстати, молоко, хотя это вроде бы коровье, но оно вкусное. Смешанное с корицей немножко, совсем чуть-чуть, и карамелью. Вот, карамель. Давайте сейчас мой оператор Татьяна тоже попробует, скажет свое мнение экспертное. Так, Татьяна пробует, интересно, понравится ей или нет. Оно похоже на… в магазинах продаются трубочки с шариками внутри, и ты наливаешь себе стакан молока, вот эти вот трубочки пробуешь. Карамель очень сильно похожа. Вкусно. Ребята, этот напиток называется «Я жду тебя», она ждала тебя. «Я жду тебя», я хотела сказать, она ждала тебя. Думаю, половины хватит. Ого, оно еще какое-то блестящее, оно, ребят, с шиммером. Видно шиммер? Офигеть, это очень интересный коктейль, на мой взгляд. Оно немножко кисленькое, что прикольно. Я не люблю сладкие напитки, на самом деле. И мне кажется, вот такие кислые, какие-то немножко штучки, это реально вкусно. Это очень освежает, прям такой, как правишь. Все, ребят, сейчас будем пробовать тококе с сыром. Ну, у нас немножко уже застыло все это дело, потому что мы долго снимали напитки. Тут еще рыбный пирог этот, да, вроде бы? Сейчас, давайте его попробуем сначала отдельно. Чувствуется прям в соусе. Кочучан? Да, кочучан очень чувствуется. Но это его основа, это нормально. Солью немножко переборули, мне кажется. Может, рыбный пирог просто такой? Нет, вкусно, вкусно. Мне показалось, что это соленое. Но соленое, это именно рыбный пирог соленый. А так, тококки сами очень вкусные. Ребят, ну, этому блюду я даю 8 из 10. Все-таки он вкусный, но не прям вау. Но он вкусный. Можно взять, покушать. Особенно если вы любите тококки. Ребят, пробуем корундок. Ради этого корундока я, в принципе, сюда и шла. Давайте попробуем. О, господи. Ребят, это нереально вкусно. Я советую 10 из 10, честно. Ребят, далее будем пробовать мини-сет. Очень классно, что в Чикорико есть сеты, что ты можешь попробовать по чуть-чуть разные блюда. Это очень удобно, я считаю, тем более, если у вас несколько персон. В этом сете, ребят, входит такой сырный рамен. Вы можете поесть, попробовать. И также грибы Эноки в красном таком соусе. Немножко островаться, скорее всего, будет. И даже у вас будет десерт. Сэндвич с клубникой, с творожным кремом. Да, вкусненько. Очень остренько, но в меру. Потом поставлю остеренку. Сейчас я буду пробовать чикин-сет. Мой долгожданный сет. Я очень хотела попробовать разные чикины. Давайте сначала попробуем с белой присыпкой. Я ни разу не ела такую курицу. Сначала едим без соуса. Это соус, если что, мятный, очень необычный. Мне его посоветовали. Знаете, немножко странное ощущение. Белая как будто присыпка. Это больше немного напоминает муку. При этом это не мука. И она немножко, наверное, сладкая. Это просто обычная курица. Давайте попробуем в мятном соусе. Отдаю зубной пассы. Да, рекомендую есть соусом. Тогда будет вкус более яркий, более выраженный. Если есть одну курицу, она немножко нейтральненькая. А так получается реально вкусно. Несмотря на то, что этот соус был мятный и специфичный. Но удивление, он реально хорошо вписался в курицу. Тут есть еще кусочки такроки. Обратите внимание, что очень классно. Дает сытость продукту. Можете взять сет. Тут даже есть маленький квадратик в такой соусе. Давайте попробуем именно в этом. Давайте попробуем курицу. Давайте возьмем маленький кусочек. Без мятного соуса. Это я понимаю, чикен. Это намного вкуснее. Бомба-пушка. Давайте попробуем с мятным соусом. Мне кажется, будет вообще просто отвал башки. Супер специфичный, необычный вкус. Гарантирован. Ребят, это супер-пупер специфичный вкус. Супер необычный. Я в жизни не пробовала такой вкус. Сейчас нереально его даже описать. Я вам рекомендую. Попробуйте обязательно этот сет с мятным соусом. Обязательно. Поначалу отдает немножко зубной пастой. Но, ребят, я вас уверяю, это вкусно. Давайте попробуем классический чикен. Без соуса. Обычный чикен. Но не такой острый. Не как соус какой-то токе, как я говорила. Он скорее кисло-сладкий. Очень вкусный, кстати. Рекомендую. В мятном соусе. Немножко. Не борщи. Прикольно, кстати, мятный соус. И курица с ним становится какой-то немножко другой. Я этому сету, наверное, поставлю 10 из 10. Потому что разнообразная курица есть толк. Это сытно. Это вкусное разнообразие. Можно выбрать любой, кстати, соусный. Я делаю мятный. Я вам рекомендую также мятный. Это очень супер вкусно. Необычно. Ставлю лайк. Теперь это сырное торнадо называется. Оно из картошки. В сырном соусе. Я ни разу, кстати, тоже такое не пробовала. Я любитель чипсов, конечно. Но я ни разу не пробовала именно такое. Ребят, это нереально вкусно. Эта картошка снаружи хрустящая. Внутри она мягкая. Очень такая вот не сухая. Что очень классно. Сырный соус. Это очень вкусно. Это реально. Это лайк. 100%. Я оставлю 10 из 10. Я сейчас буду пробовать десерты. Мы уже заканчиваем. Осталось только 3 блюда. Давайте для начала попробуем такую вот рыбку. Это, я так понимаю, сгущёнка. Давайте со сгущёнкой. На самом деле я не люблю бобовую пасту. Ну, я не любитель. Но это именно печенька. Она очень-очень вкусная. Немножко сладкая. Но пойдёт. Я оставлю где-то, наверное, ну, семёрочку из десяти поставлю. Давайте попробуем клубничный сэндвич. Я его очень-очень хотела попробовать. Ни разу не пробовала. Видела его во всяких азиатских фильмах, сериалах, аниме, везде. Вот эти вот клубничные сэндвичи. Это супер нежно, творожно, клубнично, свежо, в меру сладко. Это тоже, это очень вкусно. Ставлю лайк 10 из 10. Будем сейчас пробовать холодный десерт. Бинсу с клубникой или бинсу. Я не знаю, как правильно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне кажется, это будет супер вкусно. Но это невозможно, чтобы это было невкусно. Удейте, не знаю, слышно меня или нет. Просто тут очень громкая музыка играет. Недавно вообще с днём рождения кого-то поздравляли. Вкус очень знакомый, но я не могу понять, на что похоже. Тань, попробуй. Мы поняли с Татьяной, что она поменяет нам вкус. Очень похоже на пломбир. Именно на мороженое из детства, которое мы ели, стаканчик или еще что-то. Очень вкусно. На самом деле клубника тоже была вкусной, но она очень заморожена. Нужно, чтобы она немножко подтаяла, так как мы попросили. Нам пинцу вообще принесли прям почти сразу. Но так как мы должны были съесть еще вот эту всю гору еды, нам пришлось попросить, чтобы они положили это в холодильник. И оно все подзамерзло немножко. Но я уверена, что он был вкусный. Если подводить итоги, что мне больше всего понравилось и не понравилось, то я бы, наверное, сказал, выделила для вас этот чикен сет. Он очень был классный, разнообразный. Торнадо из картофеля тоже очень вкусный. И, да, и, возможно, выдать десерт в пинцу. Также, наверное, коктейльчик, который мы уже почти допили, называется «Она ждет тебя». В общем, да, это вот мои фавориты из всего, что я попробовала. Мы потратили где-то 3 тысячи на все это. Мне кажется, это очень дешево, если так подумать. Учитывая, что сколько мы заказали, очень много еды, аж 2 стола все это заняло. В общем, ребят, я на этом заканчиваю. Я очень надеюсь, что вам понравился этот обзор. На самом деле, я очень нервничала с утра, так как для меня впервые такой опыт. Я первый раз снимаю такой формат и видео. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока. Пока-пока. Пока.